Пермские общественники предлагают переименовать улицы, названные в честь революционеров. Улицы Хохрякова, Акулова, Розалия, Землячки могут получить новые названия. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Здравствуйте, в студии Екатерина Кравцова. Это новости на ТНТ. И вот главные темы выпуска. Долг платежом страшен. Березняковская бизнес-ледина занимала у знакомых 7 миллионов рублей и не спешит отдавать. За что мне наказание? Листовки детям не игрушка. Привлечение несовершеннолетних к предвыборной агитации карается законом. Они не имеют права ни распространять агитационные материалы. Еще короче, на Лыжне России появится новая дистанция для новичков. На трех километрах могут поучаствовать все самые маленькие участники. Об этом и не только прямо сейчас. Начнем выпуск с громкого судебного процесса. На скамье подсудимых оказалась бизнес-леди, которая, по версии следствия, назанимала у людей порядка 7 миллионов рублей. Однако дама убеждает журналистов, мол, она ни при чем, ведь стала сама жертвой рейдерского захвата. В зале суда побывал Сергей Калиник. Аккуратная одежда и спокойный внимательный взгляд. На скамье подсудимых Галина Татаркина, которая на преступницу совсем не похожа. Возможно, так и подумали те, кто когда-то дал ей взаймы. По версии следствия, Галина входила в доверие к людям и просила у них деньги на развитие своего хостела, мини-гостиницы. Дама занимала большие суммы на очень выгодных условиях и обещала выплачивать за пользование чужими деньгами высокие проценты. Деньги мне нужны были на короткий срок, в принципе, только для того, чтобы открыться, и потом я бы их отдала. Поэтому вот. Я обратилась к этим людям, это было не в первый раз, в общем-то. Всегда отдавала, проблем никаких не было. Вот они меня кредитуют, я открываю бизнес, бизнес приносит очень хорошую прибыль. В принципе, все работает. Во время интервью Галина рассказала нашему корреспонденту душесчипательную историю. Якобы она взяла в напарники двух мужчин, которые впоследствии отобрали у нее хостел. То есть переписали договор аренды на себя. Вот тогда-то платить по счетам судимой стало нечем. Однако сейчас Галина подозревается в мошенничестве. В деле потерпевшими значится аж 9 человек. И теперь предприимчивой леди грозит тюремный срок. Какое наказание и за что? За что мне наказание? За то, что у меня бизнесы украли. У меня нет других средств. Однако слова Галины – это лишь одна сторона медали. Сегодня в Березняковском суде допрашивали потерпевших. В их числе и те самые бизнес-партнеры, которые, по мнению Галины, украли у нее хостел. Роман Шамин и Дмитрий Веревкин рассказали, что как таковой прибыли при работе с подсудимой они не видели. А за аренду Татаркина не платила. Владелец здания, в котором находился хостел, расторгнул с ней договор и вызвал на серьезный разговор партнеров Галины. Выдвинул нам ультиматум, что, в принципе, у нее остались долги. Вы можете тоже либо съезжать, забирать это все в свое имущество, либо каким-то образом выплачиваете за нее. Компаньоны Татаркиной заплатили за нее 710 тысяч рублей владельцу здания и стали самостоятельно развивать хостел. Тот самый арендодатель, известный в Березняках бизнесмен Александр Волосатых, сейчас живет в другом городе, но на одно из следующих заседаний приедет обязательно. Ведь насчет подсудимой у него сформировалось особое мнение. Она пытается просто, знаете, контр-атаковать, как крысы, загнанные в угол. Она пытается из себя сейчас изобразить черт. Она ведь на самом деле очень хороший еще актер. Потому что она сядет, она глазки в пол опустит, она будет плакать. Она заняла, кстати, гораздо больше. Потому что, во-первых, не все заявились, понимаете, то есть там цифры переваливало за 15. 7 миллионов, которые вот сейчас люди предъявили. Она же сразу сказала, подадите на меня в суд, никто ничего не получит. Вот. И деньги, знаешь, у меня на руках 100%. Минимум миллионов 10 у нее есть. Теперь правду в этой запутанной истории будет искать правосудие. Признают ли татаркину виновны и каковы шансы потерпевших вернуть свои кровные, мы расскажем в следующих выпусках. Сергей Каленик, Евгения Кокшарова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Наши выборы, наша страна, наш президент. В Центр-Избиркоме озвучили официальный слоган выборов. О управлении миграционной службы в Березняках сегодня заявили. Иностранные граждане смогут получить паспорт в ускоренном режиме и отдать свой голос за будущего президента 18 марта. В ускоренном режиме накануне выборов будет проходить и замена паспортов граждан нашей страны. Если накануне дня выборов или непосредственно в день выборов выяснится, что ваш срок действия паспорта истек, либо в паспорте обнаружена какая-то помарка или неточность, это не повод для того, чтобы отказаться от выборов. Оба дня наша паспортная служба будет работать для вас. Специалисты миграционного отдела в экстренном порядке выдадут удостоверение взамен испорченного паспорта. И уже с этим документом вы сможете прийти на свой избирательный участок и исполнить свой гражданский долг. Продолжим тему выборов. Сотрудники прокуратуры предостерегают родителей подростков. Законом запрещено привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних. Однако такие факты имеют место быть. Сегодня мы встретились с одним из школьников, который уже сейчас активно интересуется политикой. Ну да, интересуюсь политикой. Дома иногда часто с родителями спорю по поводу этого всего. Интерес к политике у Даниила появился в прошлом году. Все началось с ролика на ютубе. Там молодой человек познакомился и с партиями, также из видео узнал и о лидерах. Этим летом школьник присоединился к команде волонтеров одного из предполагаемых кандидатов в президенты и начал активно агитировать. Как мы должны действовать, как мы должны разговаривать с людьми, когда листовки раздаем. То есть мы не просто вот как вот аптечные листовки мы раздавали, а мы агитировали именно людей, рассказывали. Ну я не вижу противозаконного ничего в этом. Не знаю, но они говорили, что это незаконно. Даниил раздавал листовки вместе с друзьями в свободное от школы время. И тогда подростки даже не понимали, что они нарушают закон. Они не имеют права не распространять агитационные материалы, не участвовать в видеороликах, не участвовать в каких-то митингах или пикетах, не распространять листовки, не высказывать свое мнение. И кроме того, очень часто эти агитационные мероприятия осуществляются за какую-то плату, что явно заманивает несовершеннолетних для того, чтобы в них поучаствовать. Нарушаешь закон, платишь штраф до полутора тысяч рублей. Но в данном случае раскошелиться придется родителям несовершеннолетнего. А вот для организатора агитационных мероприятий и привлечения к этому подростков предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Юноши и девушки современного общества, они активно выражают свое мнение. Они свободны в своих высказываниях. У них нет опасности и чувства страха к власти. То чувство, которое испытывали юноши и девушки прошлого поколения. В прошлом году в Пермском крае за нарушение закона наказание понесли двое несовершеннолетних. Но сейчас Даниила штрафы не страшат. Ведь совсем недавно ему исполнилось 18. Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Ученики просят губернатора закрыть их школы на карантин. А ученые предсказывают лето в апреле. Настало время рубрики «Новости. Коротко слово» Евгении Кокшаровой. Банки и платежные системы начали тестировать сервис, с помощью которого можно будет снимать наличные с карты на кассе магазина через терминалы. Как пишет газета «Ведомости», для снятия наличных необходимо будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму. После введения пин-кода, выпустивший карту банк одобрит покупку и выдачу денег. Но это в будущем. А пока в магазинах и в других местах массового пребывания можно подхватить вирус ОРВИ. Официально в нашем городе эпидемия не наступила. Однако число заболевших растет. За неделю в Березняках зарегистрировано 1703 случая ОРВИ. Три четверти заболевших – дети. В Усольском районе ситуация серьезнее, поэтому с завтрашнего дня там должны на неделю закрыть все образовательные учреждения. В березняковских школах карантин еще не объявлен. Закрылись только некоторые классы, где болезнь сразила 20% учеников. В краевой столице похожая обстановка. Однако некоторые продвинутые пермские школьники через Инстаграм попросили губернатора Максима Решетникова закрыть их школы на карантин. Министр образования Раиса Кассина обещала разобраться в ситуации. А теперь о погоде. Лето в нашем регионе может начаться уже в апреле, сообщает ГИС-центр Пермского классического университета. Ученые объясняют это тем, что снежный покров установился очень поздно. Да и антициклоны над Южным Уралом препятствовали вторжению арктических масс воздуха. Январь в Пермском крае был самым теплым за последние 11 лет. И после такой зимы синоптики советуют дачникам готовиться к тому, что снег полностью растает уже в апреле. Сбудется ли этот прогноз, покажет весна. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова. Продолжу выпуск. Хорошая новость для истинных почитателей оркестра Станислава Алексеева. В этом году музыкальному коллективу исполняется 55 лет. И в честь этого знаменательного события в свет выйдет книга, посвященная оркестру и ее бессменному руководителю. Оркестр Станислава Алексеева – настоящая гордость нашего города. Уже больше полувека знаменитый коллектив радует горожан и гостей города уникальным звучанием. В честь 55-летнего юбилея было принято решение написать книгу о Березняковском джаз-оркестре и его бессменном художественном руководителе, заслуженном работником культуры России Станиславе Алексееве. Создатели книги приглашают березняковцев поделиться своими интересными воспоминаниями, связанными с деятельностью березняковских оркестров. Это очень интересная такая эпоха нашего оркестра, где только мы не бывали, где только мы не играли и какие только программы мы не делали. География нашего выступления обширная, вплоть до Рима, до Ватикана. Прислать свои воспоминания вы можете в электронном виде, объем не должен превышать лист формата А4. Свои истории, документальные материалы и фотографии необходимо отправить до 23 февраля на электронную почту, которую вы сейчас видите на экране. Обязательно укажите свою фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон. А уже в эту пятницу стартует официальная регистрация на самый массовый забег «Лыжня России», который пройдет уже в это воскресенье. Кстати, организаторы ввели новую дистанцию для самых юных спортсменов. На нее также приглашают и тех, для кого предстоящий старт не состязание, а просто приятная прогулка по лесу. А как правильно подготовиться к забегу выясняла Елена Суханова. А чтобы «Лыжня России» не стала испытанием лично для вас, нужно следовать некоторым правилам, о которых сейчас нам расскажет опытный спортсмен Евгений Буторин. Евгений, пару советов для новичков. За день до старта как минимум приехать и размяться на тех трассах, где будут проходить мероприятия, ну и соблюдать, естественно, диету, а самое главное – это размяться перед гонкой. Что именно нужно размять, чтобы потом встать с дивана как минимум на следующий день? Это обыкновенные вращения руками. Я сейчас делаю, да? Да, вращения руками. Также можно задействовать талию перед стартом. Это также неплохо помогает и согреться, как и в физическом плане перед стартом. Напоминаем, подать заявку на участие в «Лыжне России» вы можете 9 и 10 февраля. Обязательно личное присутствие. В день соревнований регистрация проводиться не будет. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении. Участникам до 18 лет и старше 60 обязательно иметь справку о допуске. К слову, в этом году впервые была введена мини-дистанция. Чтобы попробовать свои силы, смогли все желающие. В этом году комитетом по физической культуре было принято решение открыть еще одну дистанцию, чтобы увеличить количество участников. Это дистанция в 3 километра. На 3 километрах могут поучаствовать все самые маленькие участники. И также возрастные участники старше 60 лет у мужчин и 50 лет у женщин. Чтобы они смогли до себя пройти эти километры. Всероссийский праздник спорта пройдет в воскресенье. Старт в 12 часов дня. Обязательно приходите в Новожилово с детьми. Вполне возможно, это будут их первые шаги в мир большого спорта. Елена Суханова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Пока любители физкультуры готовятся, профессионалы радуют нас своими победами. Воспитанники Березняковского отделения Тэквондо достойно представили наш город на первом европейском кубке для детей в Германии. В этих престижных соревнованиях участвовали Богдан Нагибин и Вячеслав Пелехат и воспитанники тренера Сергея Байкалова. Богдан в призеры пройти не смог, соперники оказались сильнее, а Вячеслав, выиграв пять боев, завоевал чемпионский титул. Сейчас спортсмены в дороге, но своими эмоциями они обязательно поделятся в следующих выпусках. Научные познания россиян оставляют желать лучшего, выяснили на днях специалисты аналитического центра Левада. Школьную программу в совершенстве знают только 2% опрошенных россиян, но нам-то хочется верить, что в Березняках живут золотые умы. Вера Андреева составила свои вопросы все по той же школьной программе и предложила березняковцам включить силу разума. Вы себя образовывали, ничего на этом считаете? Ну, конечно, как же это? А сколько равно число Пи, помните? 3,14. А стихи помните? Много-много-много нулей. А кто такая мёба? Не знаю. А мёба? Что-то морское. Что-то морское? Да. А сколько планет в Солнечной системе? Планет? Ой, много. Количество не знаю. А самая большая какая? А? Луна. Жиши. Что с буквой И? А чаща? Буквой А. А кто написал таблицу химических элементов? Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев. Все же помнишь. Все же помнишь. А стихи помнишь? Твое. Люблю грозу в начале мая. Любви, надежды, тихой славы. Недолго не жил нас от малых. Девушкам читаешь стихи? Нет. Читай. Молодец. Спасибо. Ну, сколько будет 2 на 2? Четыре. А чему равно число Пи? Я не имею представления. Спасибо. Кто написал Мцири? Не помню, честно. А вы знаете, сколько планет в Солнечной системе? Нет. Не знаете? 9. Очень хорошо. А кто придумал алфавит? Но? Это еще не знаю. Но? Кирилл. И? Кирилл. Кирилл. Ме? Кирилл Иван. Нет. Ме? Мефодий. Мефодий. От чего погиб Пушкин? Пушкин? Пушкин. От чего погиб? Засстрелили. Дуэль. Правильно. Дуэль. Правильно. А кто написал таблицу химических элементов? Менделеев. Как вы все знаете? А стихи помните со школьной программы? Дует ветер в феврале, трубы громко, бьется по земле белая поземка. На Кириллевку седой, самолета звенья, слава армии родной. День ее жизни. Да какой вы молодец. Спасибо вам большое. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы новости на ТНТ. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефону 43 17 11 и 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит подарок от спонсоров. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и только хороших вам новостей.